так окей жень ты к нам подключился привет расскажи откуда ты чем занимаешься пока нас мало так привет привет да я уже не вклинился разговор поэтому подключился так уже ко всем не влезла сюда меня зовут брения я работаю сейчас диджитал маркетинге непосредственно с левер иксом и сам ирлайном с такими ребятами и сейчас как раз вот наш проект мрлайн в принципе выходит на сша и активно выходит на великобритании и соответственно мы сейчас ищем подходы как в принципе нам выйти на эти рынки как с ними работать пока наверное из таких супер успешных кейсов рассказать в принципе нечего можно рассказать уже протестированных гипотезах которые мы в принципе уже попробовали и то что сейчас смотрим основное что сейчас смотрим это листинг это в принципе за клатч и за манифест единственное что конечно пока там пробиться какие-то нормальные места очень сложно мы посмотрели пока прайсы всей в принципе спонсорство и участие в этом спонсорстве там получается один месяц в лидирующих позициях порядка 25-30 тысяч долларов планируем может быть попробовать где-то немножко попозже но это опять же такой как один из вариантов потому что мы уже мы уже попробовали в целом я тебя спрошу про смысл так знаете такое знакомство ты уже начал просто разу самое интересное вот чтобы дождались людей потому что не точно захотят узнать конечно почему все запаздывают вот хотя голосовали чтобы придут ноки и сейчас пару минут не будет никого да а слушай у меня у вас это продукт конкретно или это услуги вы продаете здесь получается в основном услуги это идет аутсорс это аутстав и аутсорс сейчас пробуем по большей части заходить именно в аутстав но до этого пробовали как раз таки с аутсорсом окей окей услышал если контракты первое можно на вклиниваться вопросами да да конечно пока мы общаемся еще две минуты да какой был вопрос есть контракты первые уже знаешь на самом деле пока первых контрактов нет достаточно сложно то есть мы пока что в принципе попытались больше рекламы работать но пока контрактов нет есть знаешь есть один но не совсем понятно откуда он пришел то есть там мы посмотрели в принципе историю взаимодействия и если смотреть на всю историю взаимодействия то это просто какой-то больше залетный не какая-то такая спланированная тампайн его привела потому что у нас пока и такого нет вот наверное с месяц примерно я более-менее активно этим занимаюсь вот пока что из отбракованных гипотез клатч по европе нет потому что пройден весь почти что во первых он очень плохо показывает срез рынка то есть не так много компаний то добавляются с европы вот во вторых человека 3 примерно ответила и сказали что типа вот разрабы нужны с тех стран в которых они собственно сами сидят вот пробую us-uk сейчас да первое это язык вот потому что все-таки немцы хотят чтобы с ними общались немецком там голландцы на голландском и так далее вот а все-таки говорю и по-английски не супер хорошо но все-таки говорю вот там пока еще рано судить результатах если так наверное переходить вообще в целом к странам мы сейчас пробовали как раз таки поработать с европой мы пробовали больше великобританию смотрели сейчас связали сделали большой связь в принципе по нашим конкурентам это то чего мы в принципе начинали сейчас посмотрели андерсона посмотрели и на вайс посмотрели там прочих ребят больших достаточно как они продвигаются в принципе как они заходят пока пришли к тому что будем работать с google ads в принципе через рекламу пробовать как приводить эти контракты здесь уже работать со сформированным спросом в принципе на рынке через запросы пользователей попробовать так выходить столкнулись пока с тем что у нас есть уже обращение в принципе заявки есть на сайте единственное что нас не очень устраивает стоимость этих заявок потому что пока что там средний человек получается порядка тысячи долларов что там заявки на полторы тысячи долларов то есть такое не очень крупное все как оборк окей да хорошо андрей привет как на связи привет расскажешь немножко про себя где ты как бы чем занимаешься чтобы все другие тоже узнали эти немножко знаю как ты без камеры а вот привет я правда не слишком много подключился но кто я да у нас есть две компании первое это агентство не все время все жаловаться на наушники не хорошо да в общем две компании первое это агентство разработка продуктов и веб мобильных приложений серьезно углубляемся разрабатываем понимаем индустрии бизнес клиентов своих второе второе направление это венчур делаем и инвестируем своим ресурсом в общем занимаемся инвестициями сейчас под новым брендом выходим собственно international на два рынка рынок мены и латинской америки собственно только начали это делать сейчас прорабатываем различные опции результатов пока рано говорить поэтому интересно послушать было что и ребята делают да если там будут какие-то вопросы ко мне конкретно то раз буду ответить но какого-то подтвержденного опыта сейчас нету поэтому ну здесь да у всех как раз такая такая история то есть что мы почему как раз сделали эту свою школу что у всех есть какие-то такие пробы моменты да какие-то кейсы вот здесь есть необходимость ускорить этот процесс да вот я нашел к экспертов которые это делают классно вот и пытаюсь помочь собственно нашим компаниям да выйти на международный рынок вот с помощью вот этих экспертов и связи окей давайте тогда все начинаем вовремя подключился но жалко что ненадолго собственно в целом план тот чтобы просто пообщаться как раз познакомиться и поделиться кейсами да у кого что как только что пробовал какие каналы использовал да пробовал какие сейчас там типа результаты на этих каналах там и так далее то что мне кажется конкурировать нам рано друг с другом потому что мы конкурируем вообще со всем миром да и как бы мне кажется нам намного полезнее будет делиться лайфхаками советами чем пытаться отстаивать там что мы там у нас получилось не знаю спей в инстаграме пять процентов они два к примеру вот поэтому я за то чтобы делиться я не имею отношения к эти разработки на смысле скажем так я делаю эти разработку но я не занимаюсь агент но или студии вот поэтому меня нет своих кейсов в этом плане вместе с прошлым зарубеж стартап продукты вот и больше понимания потому что 9 месяцев живут в бразилии вот это про меня я могу давайте сразу передам слово уже больше вот ребятам у кого получилось давайте о жене говорил сейчас очень классную историю что у вас получалось какие-то самые твои тебе нам там слова ты можешь расскажешь про свою потом дадим другим ребятам я могу так поверхностно пока пройтись по всему что у нас было да немножко там уже будем смотреть да наверное если смотреть глобально что мы сейчас принципе попробовали что сейчас сделали посмотрели первоначально по конкурентам посмотрели сделали 7 анализ и села анализ принципе их сайтов как они продвигаются если говорить опять же про направление то мы сейчас работаем по большей части с аутстафом и работали для этого с аутсорсами то есть это в принципе веб-разработка и разработка не только веб там большой услуг наверное все прям называть не буду если говорить про то что у нас сейчас хорошо отработала такого наверно пока что нет то есть пока что не пришли к тому что хорошо отрабатывает но уже в принципе наметили какие-то такие определенные шаги что можно попробуйте в принципе что можно тестировать. Так как у нас офисы, в принципе, находятся и сразу локального, и в США находятся, и в Великобритании, и, в принципе, в Германии есть офисы, поэтому с этим немножко проще, и когда заходят какие-то определенные клиенты, то с ними уже общаются непосредственно локальные и локальные менеджеры. Поэтому здесь в этом большой плюс, не приходится работать дистанционно. Наверное, так, если больше по каналам пройтись, то мы делим каналы взаимодействия на маркетинг. Это конкретно реклама и рекламные каналы. Плюс маркетинг у нас делится на Данген. Это ребята, которые непосредственно уже занимаются обработкой тех лидов, которые не попадают как квалифицированные. И маркетинг непосредственно занимается привлечением, плюс еще дополнительно у нас есть тендерная работа и тендерное направление. Все направления пока что работают так, плюс-минус разрозненно, и если брать сейчас маркетинг, мы попробовали выстроить, в принципе, воронку и пойти сразу сверху. То есть посмотреть, на что есть спрос в странах и в регионах, в принципе, и пойти, наверное, глобально сразу по технологиям, по стайку технологий попробовать, в принципе, показываться в поиске. Позже немножко попробовать пойти по аутстафу и, опять же, предлагать какие-то определенные направления этого аутстафа. Сейчас пока посмотрели, очень сложно конкурировать на рынке, то есть примерно инвестиции ребят составляют, ну, того же Андерсона мы смотрели, как конкурентный анализ. Это вообще открытая информация, в принципе, все мурашки можно посмотреть. Там порядка 13 тысяч в месяц они просто тратят на закупку трафика, в принципе, и продвигаются не по большому количеству ключевых слов. Поэтому здесь просто мы пришли к тому, что у нас очень такая высокая стоимость лида получается. То есть примерно один лид у нас там дамое количество долларов. Пока не буду рассказывать все цифры. Слушай, а такой вопрос, я тогда буду немножко тебя перебивать. А вы на каких кейсах делаете вот эту всю историю, фокусируете? Как я понимаю, у вас нет кейсов международных, у вас есть российские кейсы. То есть вы как это преподносите сейчас? Что сейчас интересно вообще клиентам в другие страны, там, в Америке, США, в Лондоне, в смысле, и в США? Если брать, наверное, кейсы такие глобальные, ну, тут нужно сказать, что у нас, в принципе, две компании, и одна компания уже работает с успешными кейсами. То есть у нее есть определенная там дистрибуция определенных, там, определенных не брендов, но определенных технологий, стекотехнологий на рынок СНГ и на рынок Европы. Поэтому здесь просто компания сейчас вторая появилась, которая, в принципе, только заходит на эти рынки. Здесь какого-то пула прямо того, что отрабатывает, его нет. То есть но темберы мы, в принципе, устраиваем и по технологиям, и по, там, допустим, каким-то определенным солюшнам, которые мы делаем. То есть здесь, в принципе, и веб-разработка. Вот сейчас я точно даже скажу, что мы последние работали. А как вы выбираете, то есть приоритет, то есть, ну, вот у вас открыты офисы, типа в Лондоне, в США, там, еще где-то. Как вы выбираете приоритет, какой рынок использовать? То есть вы или вы просто глобально пытаетесь все посеять везде, всюду, лишь бы глядей пошли? Сейчас смотрели по конкурентам. То есть в основном, как они двигаются. И, в принципе, смотрели, наверное, исходили из этого. То есть, условно, посмотрели сразу анализ рынка по тому же Андерсону, посмотрели, где они. Ну, это наши основные ребята. И посмотрели спрос. Спрос через ключевые запросы. То есть, в принципе, от этого исходили. А так начали пока с Великобритании. С Великобританией гораздо сложнее, чем США. В США лиды идут лучше гораздо. Вот. По Великобритании, не знаю, пока что не разбирались такой, наверное, прямо на специфике-специфике самого рынка. Пока разделили его, попробовали продвигаться по регионам Великобритании. То есть ее разделили сразу глобально на какие-то такие большие куски и попробовали с ними продвигаться. Отрабатывает не очень. Не очень отрабатывает, потому что мы не появляемся даже, в принципе, в поиске где-то высоко. Вы сейчас... Очень высоко. У вас фокус... Ну, извините, что перебил. У вас фокус основает именно SEO, да, и реклама. То есть вы через них пытаетесь зайти, чтобы вас повесили лиды. Да, скорее больше 7, ну, платный поиск. SEO в меньшей степени сейчас у нас как идет, наверное, как такое желание попробовать через блок и через какие-то кейсы продвигаться успешно. То есть, в принципе, как-то шейлить эту тему. И, соответственно, если фейлить эту тему, то здесь сразу вырисовываются основные площадки, как Плач, Reddit и прочие площадки, где, в принципе, можно фейлить контент и попробовать как бы на этом что-то размещать, на этих сайтах что-то размещать ресурс, в принципе, дальше двигаться отсюда. Ориентируешься на Андерсон Ламб, да, как-то референс. Мне всегда казалось, что они где-то прям в супертопе и выручку у них там за миллиард долларов переваливают. Ну, да, да. Просто мы тоже немаленькие, поэтому здесь в целом, то есть такой, в принципе, запрос идет, что это наш основной конкурент. Просто ты говоришь о том, что у них бюджет на Google поиск, сколько ты говоришь, 13 тысяч долларов. Ой, это самый минимум, самый-самый минимум, да. То есть просто когда мы составляем масштаб компаний с бюджетом поиска, это выглядит так, как будто бы реклама в поиске для них, ну, не источник денег, а просто, типа, у них было немножко лишних денег, они их кинули туда, ну, просто чтобы какой-то брендинг поддерживать, вот, а не как источник продаж. Ну, здесь, смотри, я, в принципе, называл стоимость только по одному региону, поэтому здесь же, в принципе, посмотреть так сейчас, наверное, прямо перед глазами у меня нет таблицы, где, в принципе, можно посмотреть все бюджеты. Но по поводу, да, того, что это не основной их источник, это 100%, то есть здесь, наверное, как я и говорил раньше, такой пул источников, где участвуют и закладч, и манифесты, где, в принципе, все эти ребята размещаются большие, плюс пул тендеров, плюс, ну, закупка не только SEO, но и, в принципе, платного трафика какого-то определенного, там, допустим, Facebook, либо там еще прочее, но я думаю, что здесь просто нельзя так сказать, что, допустим, что-то одно отрабатывает, что-то не отрабатывает. Ты говоришь про тендеры, ты какие-то площадки исследовал уже, успел добраться до этого? Нет, пока не смотрели, по тендерам нет, пока по площадкам не посмотрели. Я предлагаю тоже делиться, Костя, ты сейчас спрашиваешь, мы, получается, так и допытываем Евгения, как он все делает. Я предлагаю тоже делиться, как у вас происходит. Может, вот ты говорил тоже, что у тебя что-то получается, может, ты расскажешь, какие у вас были попытки, куда выйти, каким образом, какие каналы использовать. Мне кажется, будет просто полезно у всех послушать с разных сторон подходы. В данном случае Евгений, получается, расскажет, что у них через поиск такая стратегия. Слушай, ну у нас ровно обратная попытка, на самом деле. Скажу сразу, то есть я примерно интенсивно этим занимаюсь около месяца. Денег заработать мы еще не успели, поэтому я могу сказать, какие гипотезы мы отбраковали и почему. Значит, базовая идея – это холодный поиск, это LinkedIn. Из контактов из LinkedIn это cold mailing и, собственно, cold connection. Ну, то есть на холодную в LinkedIn и по вытянутым оттуда почтам письмам. Вот. А что… Почему, собственно, так? Ну, потому что это у нас довольно хорошо работает на российском рынке. Вот. Я вижу, что всякие большие компании, ну, то есть, не знаю, силы из какого-нибудь Simbersoft мне стучатся примерно раз в два месяца. Вот. У Simbersoft в том году было 3 миллиарда рублей в выручке почти. Вот. То есть, что-то мне подсказывает, что это связано. Вот. Я пошел тем же путем на западный рынок, что не получилось. Не получилось по выборке европейских IT-компаний ничего продать ни по клачу, ни по обзору из топ-100 IT-компаний. Вот. Сложно сказать, почему именно не получилось. В ряде случаев это объясняется тем, что люди из тех или иных стран любят работать со своими… с теми, кто говорит с ними на одном языке. Несколько раз получал ответ, что надо, чтобы вот люди сидели там у нас во Франции или там у нас в Нидерландах. Вот. Что тоже, ну, как бы для нас невыполнимо все-таки Армению и Казахстан нам не продать. Вот. Следующей гипотезой было поработать с US-UK. Вот. Надо сказать, что US-вкладчик в том же намного лучше представлен. То есть, условно говоря, если включить в вкладчик фильтр по размеру компаний, вот, то там будут прям десятки компаний, у которых больше 5000 сотрудников. Что в целом показательно, потому что, ну, в России крупняка никаких рейтингов нет. Не увидишь ланита в теглайне, в клатче, в чем угодно. Вот. Там есть. Вот. И попробовать эксперименты с разными размерами компаний, то есть там, у кого там 200 человек, у кого тысяча, у кого там 10 тысяч, и написать вот, условно говоря, им всем и посмотреть, кто из них поотвечает. Вот. Для этого мы использовали сколько-то инструментов автоматизации LinkedIn. Это LAMLIST в первую очередь. То есть, что они могут? Мы через Sales Navigator, тоже платная опция LinkedIn, делаем выборку людей, например, по компании и по seniority level. То есть, это должность, например, там C-level, партнер, директор, оунер. Вот. Получается, по каждой компании выборка там, ну, усиленно больших там бывает, я не знаю, 100 человек, а у маленьких там, ну, может быть, 10. Вот. После чего мы, тем, кто профильный, ну, условно говоря, без девов нет смысла писать, вот, там, SEO, 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 там, CTO, CIO. Вот. По таким ролям, HRD, управляем запрос, и LAMLIST сам подставляет всех запросов, имя человека, название компании, вот. То есть, нажимаешь кнопку, оно все уходит, и дальше смотришь на отклики. Вот. Вот. В данный момент у нас response rate. Вот сейчас ABTS завершился по последней двух текстов. Вот. По выигравшему response rate был 9%. Вот. Это в целом, ну, довольно много. Это считая по людям, а не по компании. Вот. В целом, это, ну, довольно много. Правда, толку от этих response не очень много, потому что большинство, опять же, оказывается, не нужно. Вот. Но со штатами оказалось чуть больше положительных откликов. То есть, когда там расскажите подробнее, пришлите презентацию, и что-то такое. Вот. Посмотрим, во что все это дальше удивится. Вот, наверное, все, что я могу рассказать на данный момент. Слушай, круто. Спасибо большое. Очень интересно. И как раз вот разные подходы. Это вот та историю, которую я пропагандирую, что вот мы взяли классных экспертов с разным совершенно ниш, совершенно разного умозаключения, скажем даже, да, подходом, и чтобы как раз попробовать разные стратегии, потому что у тебя получится там вот эта история, он уже не получается совершенно другая история, и она может быть в зависимости от рынка или в зависимости даже от ЛПРов и так далее. У кого-то работать, у кого-то нет. И лучше попробовать все, чем там пытаться добиваться LinkedIn. не везде это работает, не везде он будет прямо продавать. Супер. Давайте я дам слово дальше Денису. У вас получалось что-то? Вы пробовали уже что-то выходить? Нет? Расскажи. Да, я тут представляю студию, мы немного не диджитал и совсем не IT, мы студия по сути графики, то есть мы делаем, ну, то есть можем делать от очень крутой, сложной какой-то, ну, рекламного видео до каких-то вообще еще более специфических запросов, типа мейпинг на здание, там, ну, в общем, что угодно, какие-то шоу, открывающие титры на Netflix и так далее. Вот, и просто было какое-то количество клиентов, которых вот выцепили там за годы чисто так исторически и по сарфанному радио, но они там почти все так или иначе пропали там после марта, вот, и сейчас хотим как-то более полномерно выходить на вот зарубежных клиентов, и, ну, я этим не занимался, в компании тоже этим не занимались, ну, вот, как отдельным направлением, поэтому вот просто это то, как раз, что хочется пробовать сейчас исследовать, вот. Есть какое-то понимание, ну, с чего начинать, или вообще, как-то пока даже не начинали, не пробовали, не тестировали, не рекламу не запускали, там, не знаю... Пока, пока прямо на нулевой точке, я вот прям... Поэтому, поэтому так ценно было. Окей, хорошо. Давай тогда... Я знаю, что, собственно, у Андрея точно есть информация, он точно знает, как, что, у него даже взгляд такой, и пока он здесь, давай тогда надам слово Андрею, может, он расскажет, может, что-то свои подходы, что лучше работало. Ну, окей. Да, как я сказал, у нас нет подтвержденного опыта деньгами, контрактами, поэтому расскажу, да, что мы делаем, наверное, как власти, о чем думаем. В общем, есть две ключевые гипотезы. Это, по факту, выход на определенные рынки, это я подразумеваю сейчас гипотезами. Первый рынок – это Мена. Мы выбрали просто растущие рынки, где конкуренция, ну, достаточно адекватна, да, мы там умышленно не идем в Икей, мы умышленно не идем в Америку, потому что там слишком высокая конкуренция, и на старте это очень тяжело. Собственно, да, первый – это Мена, второй – это Латинская Америка. Это два принципиально разных рынка. Что мы понимаем про Мену? Начинаем, ну, во-первых, с Дубая, мы открываем, уже открыли там верлицо. Будем пробовать там продавать. Сейчас расскажу там примерно как. Что касается Латинской Америки, там, из того Терча, что мы сделали, мы понимаем, что там крайне важно представительство внутри. Есть особенности с языком, есть особенности с интеллектом. Там важно иметь отдельное верлицо внутри, важно иметь, собственно, селзов, которые ходят в пыльчачках, на месте и удаленно там продавать будет крайне тяжело. При этом рынок действительно интересно растущий, поэтому мы его будем тестить как такое второстепенное направление для того, чтобы все яйца в одном корзине не класть. Вот, фокусный, более фокусный рынок, собственно, Мены. Туда, какими способами будем заходить? Первый – LinkedIn, да, то есть это генератор. Второе – там все выстраиваем CRM, более умную CRM, есть квалификация маркетинговой, есть квалификация селзов, есть куча различных коннектов, есть рейтинг лидов и так далее, и там прорабатывает икс касаний до каждого лида, мы там потом начинаем их квалифицировать. То есть наша задача сейчас выстроить очень большую воронку и научиться квалифицировать это в таком полуавтоматическом режиме. Собственно, какие каналы? Первый – это LinkedIn, да, второй – это платный трафик, там любой – это Google, это Instagram, это какой-нибудь Facebook или TikTok и так далее. Мы просто будем пробовать все возможные опции и смотреть, где генерит, где нет генерит. Основная задача – это выстраивать маркетинг сейчас, делать касания клиентов, потом квалифицировать их. Так что еще из каналов? Это фактически активные пуши, это имейлы-рассылки, это SEO своего сайта, ну, естественно, да, это клатч тот же самый, там любые другие рейтинги. В принципе, все. Окей. Да. Давай я расскажу немножко про то, что я знаю, потому что я с бездевами последние три месяца общаюсь прям плодотворно каждый день. Есть, кстати, по Дубаю, есть классный у меня друг, у нас в нашем канале тоже есть Слава, там есть запись, он вышел в, собственно, туда, уехал в Дубай, и прям хорошо у него сейчас там дела идут. У него тоже IT-агентство, как раз, которое она работала. Он много может бы рассказать, вот он сейчас пока не смог, наверное, просеединиться, наверное, позже просеединиться. Вот. Он уехал полностью туда, прям полностью, хотя команда вся в России, и он этим занимается на местах, поэтому в Дубае это очень важная история, что ты прям там находишься. Вот. Есть какое-то количество людей, с которых я могу, опять же, свести и познакомить, которые занимаются там тем или иным. Вот. Они в основном, у нас контакты в основном они сами бездевы B2B каких-нибудь, B2C продуктов, то есть они не продажники, там, типа представители, пытаются продать свои услуги. Они могут просто заодно еще и с кем-то коннектить. Там такая история. И с того интервью, которое я с Славой проводил, там гранты есть хорошие, в Дубае, потому что государство выделяет гранты на образование их граждан. Поэтому если на эту историю зайти, там можно легко делать типа онлайн-образованию, какие-то свои персональные штуки, продукты какие-то там делать и так далее. Понятное дело, для этого нужно юридическое лицо в Дубае, чтобы получить грант, но там возможно это получить, причем грант получать без этих самых equity. Поэтому в этом плане там плюс есть. А с точки зрения, у нас 6 минут достал встречи Бразилии, вот собственно то, что я делаю здесь. Здесь очень много конференций, здесь по-настоящему рынок IT и вообще стартапов развития, чем в России, раз, наверное, в 20. как я это сужу, потому что я был уже на нескольких конференциях здесь больших. Вот сейчас это в Флорипе. Флорипа, город, это как у нас, наверное, Нижний Новгород. Не буду никого обижать, но вот это типа очень далеко, это не Москва. Здесь огромная конференция, тысяч 10 человек, ну там Порт-Аллегро, наверное, как даже не Санкт-Петербург, наверное, какой-нибудь тоже, блин, не знаю, Сочи, не, даже Сочи уже большой, наверное, как Сочи, хорошо. Там было 40 тысяч человек. Приехало вообще офигенное количество инвесторов, всего остального, там большая вечеринка, большие чеки. Здесь куча агентств по юристам, айтишным. Здесь куча стартап-студий, которые занимаются, ну, собственно, если вот сегодня пойду с ними опять бухать, ну, собственно, тусоваться. Вот. Там какая история? Они все на ранних стадиях, то есть они не на поздних даже стадиях, как в Америке, там, не знаю, опять же в Америке, как на ранних, в России точно на поздних стадиях заходят. Тут нормально совершенно вообще не иметь трекшна. Я у них прям позавчера спрашивал, мы с ними встретились, пообщались, ну, не с одним даже, а вот там с 10 пообщался. Я у них пытался выбить, какой чек у них самый минимальный считается. Они говорят, нам не нужны вообще чеки, если чувак просто подключился к вам и готов пользоваться вашим продуктом, даже если их будет 5 человек, это достаточно для того, чтобы мы начали рассматривать ваш продукт. Ну, как бы вот в наш воронок попали. И таких фондов много. То есть, ну, опять же, можно в конференцию зайти и посмотреть. Там таких, ну, в стартап-саммите у меня есть доступ в их мобильное приложение, там, наверное, их тысячи три, вот прям всех этих контактов, то есть прям мощно. Акселераторы, здесь есть инкубаторы почти в каждом, ну, в большом штате. Поэтому это тоже очень прям вовлечены, они очень делают много стартапов, они выступают, они вводят конференции. Вот в маркетинговой конференции, кстати, будет в ноябре, и она типа топовая, же в Флорипе, поэтому все сюда едут за этим. То правильно сказано, что английский здесь знают 0,01%, поэтому здесь все будут говорить на португальском только. В моем случае у меня девушка бразильская, поэтому мне получается с ними взаимодействовать, и так, кто-то я ввожу на английский язык. Инвесторы в целом говорят, ну, инвестфонды говорят на английском. Вот, то есть худо-бедно. Еще, что я увидел, да, ну, здесь есть штаты, которые из города, которые четко поделены по, скажем, по тому, что они представляют себя. То есть есть Куричиба, да, который между типа Флорипа и Сан-Паулу, там все IT-компании там, но при этом весь бизнес, B2B, весь в Сан-Паулу. Рио, это такая история отдельная, хотя там будет и веб-саммит, но это там больше для тревела, там есть тоже, естественно, свой рынок. Это очень четко надо понимать, зачем ты выходишь на тот или иной штат, потому что там совершенно все условия другие, там очень много нюансов именно по выводу этого продукта и как его продавать. По моему опыту, который был в Порт-Аллегре два месяца назад я выступал, одного касания недостаточно, даже если ты с ними бухаешь всю ночь, вот вообще недостаточно, они, ну, как бы на следующей встрече они тебя не помнят. Даже если они платили за тебя полностью все это время, они вообще ничего не помнят, поэтому приходится, я это подтверждал уже, то есть у меня в контакте есть инстаграм, ватсап, там, линкедина, ничего не работает, реально они тебя не помнят. Вот, приходится реально назначать следующую встречу вживую, в кафе там, где угодно, чтобы еще раз напомнить, о чем эта встреча была. Вот, то есть это я вот уже проверил. Может, надо было петь меньше? Нет, нет, это я просто... в смысле не помнят. Не, я не к тому, что они тебя не помнят, потому что ты пил с тобой, не, они просто как бы, они очень доброжелательные здесь, почему мне нравится Бразилия, почему я отсюда не могу уехать, здесь супер все открытые, доброжелательные, и они просто тобой, они за день или за ночь общаются там с тысячей человеком, ну, там, не знаю, сто, ты один из, они тебя не запомнят, какой бы там ни был идеальный в красной рубашке, не знаю, с флагом, вот, не запомнят просто. Поэтому вот реально для них нужно несколько черед встреч, это то, что вот момент важный, который я обратил, и да, они не пользуются Телеграмом особо, вообще они не пользуются особо Линкедином, как бы это ни говорили, что они пользуются им. Вся контакция, вся коммуникация происходит в WhatsApp либо в Инстаграме, Инстаграм намного лучше, потому что они тебя видят, и ты их видишь, и ты можешь начать коммуницировать с ними, сказать, вот, классная фотка, там, не знаю, что-то, и они нормально выходят на персональные коммуникации, и приглашают спокойно и в офис, и вообще куда угодно, вот, я спокойно с ними вот встречался. У нас, к сожалению, одна минута осталась, я не знаю, что еще рассказать, наверное, я буду, ну, я, короче, форму пришлю после нашей встречи, кому что понравилось, как улучшить наше взаимодействие, и уже в чатике будем дальше продолжать делиться лайфхаками с Инсайтом. Вот, всем спасибо, что были. Субтитры сделал DimaTorzok